Если бы я сам не пережил в жизни в сталинские времена, в брежневские времена, эти случаи неопрятного, варварского преступления против человечности, снабженного всеми символами худших времен, описанных в самых могучих произведениях советской и русской литературы, донос, навет, абсолютно беспочвенное, ни на чем не основанное, захватничество человека с абсолютно прозрачной, благороднейшей миссией, которую сам себе положил человек высококультурный, который единственный, может быть, недостаток для казенного сталиниста, это то, что он, конечно, антисталинист, конечно, он против того государства, которое уничтожает своих граждан. Этот уникальный случай в истории, Сталин, который как дракон пожирал своих собственных детей страны, и вдруг через столько лет появляются прецеденты подобных случаев, это как у Достоевского скверный анекдот. Я знаю, что мои коллеги, которые об этом говорили, ссылались на специалиста, вызванного в этот суд, специалист по существу, так сказать, обвинения, в кавычках, который сказал, что это юмор, что это несерьезно. После этого уважающие себя специалисты в юриспруденции, следователи или какие-то прокуроры, они должны были бы извиниться и оплатить урон моральный. Это как дважды два четыре. То есть это случай, когда Юрию Дмитриеву надо поклониться в ноги. Все порядочные люди, непорядочные, не являются предметом для разговора. Значит, норма жизни в цивилизованном гражданском обществе, особенно в стране России, которая изнывала от преступлений сталинского ГУЛАГа, на 70 лет преступления следственных органов реально нашу страну вкопали в землю. Мы сейчас выходим из этого неандертальского положения. Слава Богу, есть культура, которая не зависит, когда даже несчастного Шостаковича угробили, а он продолжал быть великим композитором, и то же самое делалось с поэзией, со всем, чем он. Это было. На сегодняшний день реальность такая. Благороднейший человек, образованный, решил потратить жизнь свою, талант свой на то, чтобы зафиксировать преступления по отношению к советским людям, к людям России, на Соловках, на Севере. На том Севере, где на наше несчастье остается нераскрытым масса преступлений, но многое раскрыто. И на это уходит жизнь самых лучших граждан России. Юрий Дмитриев имеет отношение к этому воинству, людей, которые восстанавливают справедливость из небытия, не дают забыться именам людей, невинно пострадавшим от этого малоха страшного сталинского времени. И когда мы видим сериалы «Жизнь и судьба» или «Дети Арбата», восхищаемся литературой, которая молодых людей и людей уже поживших обращает в сторону этих подвигов, реально Дмитриев – это подвижник, это человек, который спасает, в конце концов, честь Отечества тем, что он не дает забыться жертвам преступлений, преступлений НКВД, ЧК, КГБ, всему тому, что, слава Богу, сегодняшняя молодежь свободна, это называется непоротые поколения, и они ясно видят, кто есть кто в этой игре черное и белое. Сегодня есть случаи, когда белое называют черным, когда люди в этих своих заботах по оскорблению граждан, по унижению граждан, они доходят до полного абсурда. Сегодня сидит Дмитриев, который реально является доказательством преступления следственных органов. И так же, как это было в сталинское время, так и в наше время. Никто им сочувствовать не будет, говорит, но они будут наказаны. Преступление не может быть не наказано. По отношению к благородному человеку, которому применяются какие-то идиотские ухищрения в отношении его семьи, его близких, его приемной дочери, и там они все, и приемная, и родная, и все вместе. Что они сейчас могут делать? Они должны были бы посмеяться, это анекдот, то, что приписывают их замечательному отцу, Юрию Дмитриеву. А они, их вынуждают плакать. Кому это в радость, эти слезы? Кому в радость, это преступление? Если, скажем, Александр Калягин в своем письме в защиту бывшего директора Гогольцентра обратился к Путину, к президенту страны с тем, чтобы Путин подтвердил то, что он Федеральному собранию в послании сообщил. Ни в коем случае нельзя применять к людям этих крайних мер, наезжать на них репрессивными способами, если не исчерпаны еще там домашний арест, подписка о невыезде, залог. И, то есть, есть, я назвал, видите, то, что я прочитал у президента. Может быть, эти люди не прочитали? Может быть, все-таки им надо рассказать, что главное лицо в государстве противник того, что делается с Юрием Дмитриевым. В результате, конечно, понесут наказание эти люди. Ну, и все, что могу сказать, это, наверное, просить Юрия Дмитриева потерпеть сколько возможно, зная, что за него все нормальные люди, которые любят это Отечество, они презирают его, как это делали сталинские ГБшники. Ну, и зло должно быть наказано. Вот все, что я могу сказать и прокурору, и следователям. это прозрачно. И родные и близкие этих тюремщиков, им будет необходимо скрывать, каким зловредным, каким преступником был их отец, хотя назывался следователь или агент секретных органов, я не знаю, кем они называются. Они достойны презрения. А Юрия Дмитриева надо сегодня выпустить из этой каталажки. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы справедливость восторжествовала. Черт вас возьмет. отец. Спасибо. Продолжение следует...